Продолжаем выпуск. Несмотря на то, что в России отмечен спад заболеваемости коронавирусной инфекции, даже отменен масочный режим в общественных местах, сам по себе COVID-19 никуда не делся. Омикрон по-прежнему отправляет на больничные жители Тверской области. Врачи рекомендуют меры профилактики. В первую очередь это вакцинация. О том, как она работает и какие прогнозы по заболеваемости дают врачи в следующем материале выпуска. За два года COVID-19 перенесли более 160 тысяч жителей Верхневолщи. Более 700 тысяч сделали прививки против коронавируса. В связи со спадом заболеваемости коронавирусной инфекцией сейчас в регионе работа вакцинальных точек при торговых центрах приостановлена. Но прививочные кабинеты есть в медицинских учреждениях. Например, при областном реабилитационном центре. Сюда на ревакцинацию пришла чета шатровок. Причем эта прививка не первая, даже не вторая. Через полгода мы строго проходим ревакцинацию. Это же для нас, для нашего здоровья, для улучшения нашей жизни. Поэтому я считаю, что это надо делать, вакцинироваться. Для возрастных пациентов очень важно соблюдать меры профилактики, считают супруги. Это поможет защититься самим и не заразить окружающих. Своё здоровье шатровы доверяют вакцинам «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Я не болел. У меня дочка врач и зять врач. Они нам посоветовали вакцинироваться. Мы врачам верим, особенно родственникам. Работники прививочного кабинета рассказали, что в пик заболеваемости в день успевали уколоть до 350 человек. Сегодня активность ниже. Приходит всего около 50 пациентов. Возрастная категория – это больше всего сейчас. Идут в основном пенсионеры у нас. Поэтому молодежи очень мало. По рекомендации Минздрава, независимо от возраста, ревакцинация требуется каждые шесть месяцев после прививки или же перенесения заболевания. За год работы вакцинальный кабинет принял более 35 тысяч пациентов. Здесь функционировал, к тому же, инфекционный госпиталь. А потому врачи уже на практике смогли оценить работу вакцины. В нашем инфекционном госпитале для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией прошло лечение более 6 тысяч человек. То есть это достаточно большое количество. Вы спрашиваете, сыграла ли роль вакцинация. Но четко по нашим пациентам мы видели, те, кто вакцинировался, даже если заболевал, переносил это заболевание в более легкой форме. Количество заболевших за сутки в регионе уменьшилось по сравнению, например, с февральскими показателями, когда в день было зарегистрировано более полутора тысяч инфицированных. Сегодня их чуть больше 50, что соответствует данным почти двухлетней давности. Однако, как поведет себя COVID-19 дальше, предсказать трудно. Сейчас превалирует штамм омикрон. Он характеризуется меньшей тяжестью и летальностью. Омикрон более заразен и непредсказуем, в отличие от той же дельты. В плане омикрона я бы прогнозы какие-то долгосрочные уже, наверное, побоялся что-то прогнозировать, поскольку это заболевание, наверное, многие законы развития инфекционных заболеваний не подтвердило. То есть это инфекция такая самостоятельная, со своими особенностями. Еще совет от врачей прививаться не в пик заболеваемости, когда велик риск заразиться между первым и вторым компонентами, или сразу же после укола лайтом, когда иммунитет наступает только через три недели. А как раз период спада заражений. И стоит помнить, что COVID-19 пока никуда не делся. Он хоть реже, но отправляет на больничные жители региона. А потому расслабляться еще рано. И о здоровье лучше позаботиться заранее. Как говорится, готовься они летом, а телегу зимой.